Всем привет, с вами Анастасия Кривицкая и сегодня я хочу разобрать с вами базовый осенний гардероб. Надеюсь, что видео вам понравится и буду благодарна за вашу поддержку в виде лайка и комментария к этому видео. Теперь давайте приступим. Первый мой вывод касательно базового осеннего гардероба. Если у вас в году 4 сезона, то составляя базовый осенний гардероб, вы составляете практически на 70% в целом свой базовый гардероб. Второй вывод, собирать базовый гардероб достаточно сложно и долго. Если, конечно, у вас позволяет финанс, вы можете нанять себе стилиста и сразу поехать в один день собрать полностью весь гардероб свой. Но если нет, то придется разобраться в своем типе фигуре, в своем стиле. Я собирала свой базовый осенний гардероб в течение двух лет и сейчас мне действительно все нравится, все комфортно, универсально, практично и стильно смотрится. И мне действительно есть что надеть. Это самое классное, когда ты собираешь базовый гардероб. В сегодняшнем видео хочу начать с верхней одежды. Какую верхнюю одежду стоит приобрести в сезон осень-весна? Чтобы она была практичная, универсальная, комфортная, современная, стильная и при этом она не вышла из моды уже через сезон. Потому что, да, мода очень быстро меняется, но при этом мода циклична и некоторые элементы в гардеробе постоянные. Единственное, что может меняться, это крой, длина или фасон. И прежде всего базовой верхней одеждой на осень, конечно же, считается тренч. Тренч – вещь вне времени. Вы наверняка знаете, что актуальны на данный момент модели оверсайз или хотя бы свободные тренчи ниже колен в длине или же в длине до пяток. Но я бы сказала, что самая универсальная длина будет ниже колен. То есть длина миди. И здесь тоже очень важно под свой рост подобрать свою длину миди. И как я уже сказала в начале видео, поэтому придется уделить много времени базовому гардеробу, чтобы подобрать именно под свою фигуру, под свой тип и рост. Но наверняка могу посоветовать вам заглянуть сейчас в Манго, потому что там представлены очень классные качественные модели. И подороже, и побюджетнее. Например, мне очень понравился вот этот вот тренч с капюшоном. Когда я искала, к сожалению, подобной модели не видела. Тренч с капюшоном. Это, мне кажется, целая находка, потому что погода переменчивая, постоянно то дождь, то солнце. И вот такая практичная универсальная модель. К тому же он выглядит очень стильно и красиво. Просто must have, мне кажется, в гардеробе. Также очень важно, если это первый тренч в вашем базовом гардеробе, то берите в базовом оттенке. А если же это второй, третий тренч у вас, и вы хотите что-то добавить яркое и интересное в свой гардероб, то яркие насыщенные оттенки в этом сезоне на пике популярности или еще одним прекрасным базовым вариантом станет тренч из кожи. С таким тренчем ваши образы будут выглядеть более интересно и модно. Само собой must have в гардеробе пальто. Пальто-халат или пальто прямого кроя в мужском стиле. Самые универсальные и базовые модели. Но еще хотела обратить внимание на пальто-пиджак, которое в этом сезоне снова в тренде. Классная и стильная модель для тех, кто по какой-то причине не любит или не носит пальто ниже колен. Но здесь хотела напомнить, что актуальны модели пальто в длине миди, макси, или в длине, которая прикрывает попу, то есть мини, но не как в длине до колен. Еще хотела дать совет, если вы девушка с аппетитными объемными формами, то присмотритесь к самой популярной в новом сезоне модели пальто с мягкими формами. Такое пальто станет прекрасной базовой моделью, главное брать актуальный и проверенный фасон. Ну а если вы наоборот девушка очень худенькая, стройная, высокая, то вам больше подойдет, скорее всего, пальто мужского кроя со строгими формами и с четко выраженной линией плеч. Из верхней одежды я бы еще советовала приобрести себе тоже классный, практичный, современный тренд, это стеганые куртки. Единственное, что те стеганые куртки и современные, это немножко не те варианты, поэтому тоже учитывайте этот момент, если хотите себе стеганую куртку. Здесь же также не могу упомянуть про кожаные куртки, они все еще актуальны, и в принципе они всегда будут актуальны, потому что это база. При этом здесь может быть тоже два варианта, косуха или, если предпочитаете больше классику, то куртка-пиджак. И та, и другая базовый вариант, поэтому смотрите, что вам больше подходит по стилю. Если хотите, чтобы кожаная куртка была в вашем базовом гардеробе и сочеталась со всеми, вы могли ее носить со всеми, берите такую модель, под которую сможете надеть теплый шерстяной объемный свитер. Поехали дальше, а дальше хочу поговорить о сумках и обуви. Из сумок у меня, честно, два варианта. Первая модель это Shopper или Toad. Они, во-первых, всегда актуальны, всегда популярны, и особенно они популярны в новом сезоне. Вторая же модель это сумка каркасной формы среднего размера. Как и в случае с базовым гардеробом, нет одного универсального набора базовых сумок, подходящего всем. Но я точно могу сказать, что эти две модели в гардеробе современной девушки must have, и вы не пожалеете, если приобретете себе такие вот две базовые сумки. Они вас будут выручать всегда. Так же, как и с базовым гардеробом, базовые сумки берите в нейтральных цветах. Такая сумка будет работать абсолютно со всем содержимым вашего шкафа. Дальше, касательно обуви. Здесь придется приобрести несколько моделей. К сожалению, одной парой не обойтись. И самые базовые модели будут на раннюю осень, когда еще тепло. Это кроссовки или кеды и лоферы. Разновидность кроссовок очень большая, и здесь нужно смотреть, какой вариант вам больше нравится, какой стиль предпочитаете. Но самая универсальная модель это, конечно же, белые кеды. Если у вас их еще нет в гардеробе, то очень зря, потому что это обувь, которая спасает любой образ. Однозначно советую в свой гардероб. А касательно более классической обуви, то есть лоферов, то здесь тоже два трендовых варианта. Это лоферы на грубой массивной подошве и классические лоферы на тонкой подошве. Касательно лоферов на грубой подошве, не могу сказать, что это самый базовый вариант, потому что есть такая вероятность, что через несколько сезонов она выйдет из моды. А вот касательно классической модели, то данный вариант будет служить вам верой и правдой долгие годы. Но снова-таки, если вы можете себе позволить и трендовую, и классическую модель, то почему нет? Дальше же, когда немного похолодает, вам понадобятся ботильоны. И здесь тоже есть три варианта. Смотрите, что вам больше подходит по стилю. Это Челси, это Берси и Казаки. Три модели, которые не выходят из моды уже из года в год, поэтому присмотритесь. В моем гардеробе есть массивные грубые Челси. Они были особенно популярны в прошлом сезоне, если помните. И они действительно очень комфортные и практичные. На такую холодную осень, когда идут дожди, это такой классный мастхелл, можно хоть по лужам ходить. Также в этом сезоне я приобрела себе Челси, но на невысоком устойчивом каблучке с высоким голенищем. Показывала в предыдущем видео с покупками. Не хочу сильно углубляться в это все. Но вот три базовых варианта. Это Челси, Берси и Казаки. Теперь давайте наконец-то перейдем к одежде. Итак, начнем, пожалуй, с поясных изделий, то есть с низов. Здесь я бы сказала, что базовый гардероб немного изменился, потому что если раньше это были черные классические скини и джинсы скини, то сейчас мастхелл в гардеробе это широкие удлиненные брюки. Могут быть прямого силуэта или палаца. Смотрите, что вам больше подходит. И та, и другая модель на пике популярности. И та, и другая модель подходит практически любому типу фигуры. Нужно найти только свою подходящую модель, свою подходящую длину. Они здорово странят, вытягивают рост, удлиняют силуэт. Они очень практичные, универсальные, комфортные и очень популярные в нынешнем сезоне. Из брюк также остаются актуальны модели прямые, укороченные. И если вы категорически настроены против палаца и удлиненных моделей, то эти брюки вам все еще понадобятся, и они все еще будут смотреться свежо, стильно и интересно. Главное правильно их сочетать с обувью. И здесь я бы еще добавила в базовый гардероб брюки из кожи. Несмотря на то, что это достаточно дерзкая вещь, но уверена большинству, она прекрасно впишется в гардероб. Они классно разбавят ваш повседневный гардероб за счет своей текстуры. С базовыми джинсами та же история. Джинсы скини отошли на второй план и немного уже подзабылись. Если есть, это не повод их выбрасывать. Их можно тоже классно и стильно преподнести. И покажу вам как-нибудь видео с осенними образами. Но я же советую приобрести также себе актуальные модели. Это джинсы white leg или джинсы полной длины прямого кроя. Ну и конечно актуальными остаются джинсы мам. И джинсы прямого кроя укороченной длины. Давайте подведем черту по поводу джинсов и брюк. Потому что я уже немножко сама запуталась, что говорила, что нет. Итак, актуальные модели прямого фасона полной длины. Высокая или средняя посадка. Актуальные модели прямого фасона укороченной длины. И актуальные модели white leg или брюки палаца. Теперь касательно юбок. Базовыми моделями станут две юбки. Это юбка мини прямого силуэта или а-силуэта. Это юбка миди прямого силуэта. Юбка карандаш или юбка на запах. Если позволяет фигура, финансы и вы любите юбки, то приобретите ту и другую модель. Они не будут лишними. Также очень советую обратить внимание на юбки из кожи или эко-кожи. Это как вариант с брюками. Тоже очень классно и стильно поможет разбавить ваш гардероб. Такое длинное видео, наверное, получится. Но вы же просили разобрать базовый осенний гардероб. Заслуживаю на лайк. Ладно, давайте переходим к плечевым изделиям. И здесь я не могу не упомянуть и не напомнить вам сразу о базовых футболках, базовых рубашках. О них я долго не хочу рассказывать. Просто если вы вдруг не смотрели, я оставлю видео здесь где-то или здесь на подобную тему. Там рассказывала чуть более подробнее. Какие элементы еще уходят в базовый осенний гардероб? Это однотонный пуловер. И, конечно, их лучше приобрести несколько. Но для начала, как всегда, можно взять и один. Также отличным модным вариантом среди пуловеров станет пуловер с воротничком пола. Они сейчас на пике популярности будут. И помимо того, что это очень стильно, свежо и красиво, это также будет хорошей базовой вещью в гардеробе. Также в базовый гардероб я бы добавила лонгслив или водолазку. Здесь уже смотрите, нравится вам высокий ворот или нет. Если нет, то берите лонгслив с круглым вырезом или с более глубоким вырезом. Неважно. Главное, чтобы такие вещи были однотонные и спокойные в базовых оттенках. Такая вещь прекрасна тем, что на более прохладную осень она заменит вам футболку. По тот же жаке, джинсовку, курточку или кардиган. Для тех, кто предпочитает стиль спорткэжуал, советую добавить худи или свитшот. Это тоже классные вещи. У меня тоже не есть в гардеробе. Сказать, что это самый главный мастхэв в осеннем гардеробе нет, не скажу. Но если вы предпочитаете такой комфортный спортивный стиль, то это однозначно будет вашим мастхэвом. Также уже не первый осенний сезон. Актуальная трикотажная жилетка. Хорошая вещь для учебы или на работу. Когда днями нужно сидеть в помещении, а там то холодно, то жарко, то жилетка в данной ситуации очень выручит. Ну и к тому же это сейчас на пике популярности. Ну и конечно не могу не сказать о жакетах и пиджаках. Это мне кажется сейчас самый главный мастхэв в гардеробе современной девушки. Это очень красиво, элегантно, стильно и практично. В моем гардеробе уже несколько жакетов. И каждый сезон практически я стараюсь пополнять свой гардероб новым каким-то интересным жакетом. Если же есть люди, которые не любят жакеты и пиджаки, или они категорически не вписываются в их стиль, в их образ жизни, то здесь на замену может прийти куртки, рубашки, такие теплые, грубые, о которых я вам показывала в видео с покупками. И вот она висит у меня от бренда Mills Card. Также отличный вариант станет рубашка из денима, тоже из такого плотного денима, который скорее напоминает куртку. Теперь давайте подведем черту под плечевыми изделиями. И самое главное это футболка, рубашка, однотонный пулловер, лонгслив, худи, жакет. Не скажу, что жилетка самый необходимый мастхэв в гардеробе, потому что кто-то может не любить. И это не самое практичное, это скорее такая вещь, которая поможет разбавить ваш гардероб. Но для кого-то она сможет стать классной базовой вещью в гардеробе, поэтому я ее включила в список, но не делаю на ней акцент. Также в свой базовый гардероб я советую приобрести вам два, возможно даже три костюма. Это классический костюм, брюки и жакет или пиджак. Это спортивный костюм, джоггеры и свитшот или худи. И это также трикотажный костюм. Не раз вам говорила о том, что костюмы прекрасны тем, что их можно разделять. И соответственно, например, если вы купили брючный костюм, вам уже не нужны брюки и пиджак. Или если вы, например, купили себе спортивный костюм, вам уже не нужно худи или свитшот. Точно так же и с трикотажным костюмом. Но покупка костюма это всегда беспрогрешный вариант. Вот и все, на этом у меня сегодня все. И я уже вижу, что у меня разряжается фотоаппарат. Надеюсь, успею с вами попрощаться. До скорых встреч. Надеюсь, видео вам понравилось. Надеюсь, оно вам пригодится собрать качественный и классный гардероб. Внимательно к этому подходите, потому что не стоит тратить время и деньги зря. Лучше сразу подбирать для себя хорошие, качественные и классные модели. Я надеюсь, что я вам помогла. Буду благодарна за лайки и поддержку в комментариях. С вами была Анастасия Кривицкая. До скорых встреч. Целую. Пока.